В Караганде состоялся митинг-реквием. С 1997 года указом президента страны ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. В митинге приняли участие Аким Караганды, Нурлан Аубакиров, ветераны войны и труда, представители духовенства, молодежь города. Для Марии Михайловны Аверьяновой День памяти жертв политических репрессий – особый день. Ведь все события, о которых говорят в этот день, происходили на ее глазах. Ложные доносы, лентяи, ставшие руководителями – все это Мария Михайловна пережила, будучи ребенком. Нас, значит, семью обвинили врагами народа, отобрали скот, но не сослали. Но этот осадок, несправедливости остался у родителей на всю жизнь. Те, которые не имели ничего, не хотели трудиться, их выбирали в органы власти, в советы, они были на высоте. Республика Казахстан – одно из первых стран бывшего Советского Союза восстановила историческую справедливость в отношении людей, безвинно пострадавших в годы тоталитаризма. Городоначальник отметил, что сегодня Казахстан строит процветающее государство, сохраняя при этом исторический опыт. И главное в этом опыте – дружба и единство в стране, резюмировал Нурланов Аубакиров. «Лучшие сыны и дочери нашего народа, поистине, цвет нации, попал в жестокие жернова истории. Память о них и сейчас болью отзывается в наших сердцах. Карагандинцы знают об этих жестоких годах не понаслышке. Ведь на нашей земле находился не только печально известный корлак, ставший мрачным символом тоталитарной системы, но и другие лагеря, где в нечеловеческих условиях боролись за выживание люди многих национальностей, многих конфессий». По предварительным данным, в годы политических репрессий по необоснованным обвинениям в области были осуждены более трех миллионов человек. Расстрелянных и скончавшихся от мучений – около 800 тысяч. Жестоким репрессиям подвергались целые народы. В разные годы в Казахстан были депортированы сотни тысяч немцев, поляков, корейцев и представителей других национальностей.